Доминиканский танец В мир латинского танца меня введет преподаватель студии Анна. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну расскажите, откуда берет свое начало такой танец, как бачата, которым будем сегодня с вами учить? Бачата берет свое начало из Доминиканской республики. И долгое время этот танец был запрещен, так как правил диктатор Трухилья. И он почему-то не любил эту музыку, он считал, что она для бедных. В основном в этой музыке пелось о сердечных, душевных невзгодах и разбитом сердце. И считалось, что это больше для бедных. И исполнялась она тоже в основном в деревнях. И в городах считалось ниже своего достоинства слушать и танцевать бачату. Как так получилось, что бачата приобрела всемирную известность и особенно в России ее полюбили? Получилось это следующим образом. Диктатор, к сожалению, погиб. И у исполнителей появилась возможность записывать музыку и популяризировать. И плюс музыка постепенно менялась, появились современные течения, изменения в инструментах в том числе. И она становилась более... она адаптировалась к европейскому, назовем так, уху. И легче воспринималась. Таким образом, ее стали слушать все больше и больше, и танцевать больше и больше. И, соответственно, она получила свое развитие. А как давно она появилась у нас в России? Ну вот, могу ошибаться, но я бы отнесла это где-то, наверное, к 2000-м годам. И как ее приняли здесь, эту музыку, эти танцы? Это очень интересный вопрос, потому что изначально это был так называемый медляк между сальсой. Так это воспринималось народом, то есть это не считалось отдельным танцем, а вот как перерыв между сальсой, вот так сказать. То есть маленький такой отдых, да? Маленький отдых, неполноценный танец, что там учиться, там учиться нечего. Вы, я так понимаю, преподаете не только бачату, где вы учились, и какие вы еще танцы преподаете, и откуда вот такая страсть к таким танцам? Я преподаю еще сальсу, да. Училась я изначально, начинала в ростовской школе, но потом поняла, что мне этого недостаточно, и начала ездить и сначала по России, Москву, Петербург, затем за границу, ну, преимущественно в Европу, конечно. То есть обучаться этим танцам? Да, да, перенимать и заграничный опыт в том числе. Я так понимаю, есть соревнования, на которые вы тоже ездите? Да, конечно, есть соревнования. И вот преподаю я где-то, наверное, уже третий год, два года полных. И вот буквально две недели назад мы выиграли соревнования по шоу-номерам. Вот, кстати, кубок, можно посмотреть. Я ставлю шоу-номера с моими учениками. Ага. Но появилась вот эта школа, так сказать, обитель Бачаты, где вы преподаете танцы. Эта школа празднует девятилетие. Ого, она уже давно. Да, да. А появилась она тоже очень интересная. У нас есть, назовем это хозяева школы, хранители очага. Это Денис и Лена Брылёва. Лена некоторое время жила в Италии, да, и вдохновилась там сальсой. И вернувшись в Россию, она попала на одну из вечеринок и поняла, что она немножко отличается в России от того, что происходит в Европе. И отличается в первую очередь атмосферой, и назовем это словами республики, жоговым. То есть не так, как и должно быть, правильно? Ну, как должно быть. Что значит должно быть? Не так, как в Европе. Как могло бы быть. Как могло бы быть, да. Да, да, это так. И она вот захотела привнести это, и не начала заниматься. Они познакомились с Денисом. Денис одобрил ее решение, но не стал заниматься этим самостоятельно. То есть не стал помогать. Вот, и она другим преподавателем начала заниматься и объявила набор. И что интересно, что ничего не бывает случайно, это я вот прям уверена в этом. И за день, по-моему, или в день набора она ломает ногу. Вот так. Да, и Денису ничего не остается делать, кроме как поддержать этого человека, ее преподавателя, и они преподавали вместе. А как восприняли мужчины здесь эти танцы? Я так понимаю, все-таки женщинам ближе, танцы, выражать эмоции. Как часто мужчины сюда приходят? И вот вообще, есть ли какой-то рост заметно, что вот мужчин стало больше со временем приходить? Вот, к счастью, да. Потому что еще эти переживки прошлого в нас сидят, и наши мужчины все еще, многие думают, что настоящие мужчины не танцуют. К сожалению, да. С чем я категорически не согласна. Вот. Но мы с этим боремся, мы популяризируем. И я даже могу сказать, что иногда в наших занятиях мужчин больше, чем девушек. Что касаемо вторых половинок, получалось ли так, что здесь зарождались отношения, так сказать, танец, он некий купидон, и скреплял людей. Было ли такое на вашей памяти, да? То есть регулярно? Да, много раз такое было. Люди женились и разводились. Ну, в основном женятся, конечно, женятся. Какие направления есть в бачате? Я так понимаю, бачата это только вот, так сказать, то, что объединяет несколько направлений, правильно? И в ней уже есть какая-то подгруппа танцев. Ну, можно выделять стили бесконечно. Я для себя выделяю эту традиционную бачату, ее называют еще доминиканской, и современную бачату. Туда уже намешиваются разные стили, и туда же относятся и бачата сеншо, если видите, он это на мальчике написано. Да. Вот я недавно, кстати, ездила к человеку, который придумал это направление. Да, я ездила в Испанию, в Барселону на обучение для преподавателей. То есть регулярно нужно обучаться, брать мастер-классы, так сказать, чтобы привносить к нам в страну, особенно в школу, что-то новое, чтобы не стоять на месте? Ну, конечно. Как и любой преподаватель, он обязан все время развиваться. И да, эти поездки, они регулярные, постоянные и российские, и заграничные. А со мной какую школу будем изучать танцы, бачата? Мы с вами будем изучать базовые принципы. Каким бы стилем вы не решили овладеть, вы должны владеть базой, в первую очередь. Принципы ведения, следования, шаги основные. Так, ну вот, сейчас будем учиться основным шагам в бачате. Ну что, приступим? Погнали! Мы начнем с изучения основного шага бачата. Как он выглядит? Мы начинаем двигаться в левую сторону, освобождаем левую ножку. Вот так? Да. То есть и мужчина, и женщина, у них одно движение? Конечно, базовое движение одно. А, вот так, отлично. Да, и состоит он из трех шагов и тэпа. Как выглядит? Мы движемся. Шаг, 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 тэп. Дальше мы движемся в правую сторону, делаем то же самое. Шаг, 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 тэп. Так, руками при этом расслаблены, и ими нужно двигать. Да, они должны быть в тонусе, то есть не висеть, но они у нас так и не висят. Да, не висят. Да, и помогают сохранять тонус для нашего тела. Попробуем еще раз. И шаг, 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 тэп, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я не знаю, вам судить, дорогие зрители, может быть, получается, может быть, нет. Вот он и спросим, получается у меня. Для начала очень неплохо. Для начала очень неплохо, хорошо. Бывает хуже. Бывает хуже, ура, я счастлив, что у меня не хуже. Что теперь? Дальше мы с вами попробуем двигаться вперед основным шагом. Что нам нужно? Нам нужно делать то же самое. А, то же самое. Мы делаем с левой ноги вперед. Шаг, шаг. А, вот так? Да, шаг, тэп. И назад. Назад, назад, назад. Ещё. Да, важно на 4,8 собирать ноги. Ага, вот так. Гоу. И раз, два, три, тэп, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, тэп, пять, шесть, в сторону. И раз, два. Вот, я уже в сторону, я привык вперёд идти, а теперь в сторону. Хорошо, давайте попробуем теперь. Давайте ещё раз. Мы будем комбинировать. Теперь что делаем? Будьте готовы. Хорошо. Не расслабляйтесь. Вперёд, назад, куда сейчас. Окей, в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, вперёд, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, в сторону, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вперёд. И раз, два, три, тэп, пять, шесть, семь, в сторону. Мы попробуем базовый поворот. В ногах у нас происходит та же схема. Мы делаем шаг, 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 тэп, шаг, 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 тэп. Но только мы начинаем вращение. Прямо с первого шага. Мы начинаем двигаться в поворот. Раз. Раз. Два. Поворачиваемся на 180. И три. Доворачиваемся. Три. Тэп. Да. Ну, окей, ладно. Попробуем базовый в правую сторону. 5, 6, 7. Поворот. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще. И раз. Два. Три. Неплохо. Пять. Шесть. Еще. И раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Мы попробуем сделать правую сторону. Начнем мы с бейсика. С базового шага влево. Освободили левую ножку. И погнали. Раз. Два. Три. Поворот. Пять. Шесть. Семь. И еще. Может быть, я делаю много лишних движений, но мне это простительно. Семь. Семь. Все отлично. А вот, видите как, меня учитель похвалил. Так, да, вот. Спасибо, реверанс. И все такое. Так, это вправо мы сделали, правильно? Да. А теперь можно сделать и влево, и сразу. Влево. Ух ты. То есть, крутиться и туда, и туда. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Готовы? Да. Я готов. Давайте начнем с базового шага влево и вправо. И раз. Два. Еще базовый. Пять. Поворот. Семь. Стопэ. А, пап, вы же сказали. Стопэ. Стопэ. Команды даются заранее. А, да. Специально, чтобы у вас не возникало ощущения паники. Вы сказали поворот, я начал поворот. Да. Поворот, значит, мы заканчиваем основной шаг. А, все. Я буду. И гоу. Давайте еще разок. Еще разочек. Базовый. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Поворот. Восемь. Раз. Два. Поворот. Вправо. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да, вот. Уже хоть что-то. А, что теперь? Теперь попробуем с вами подназывать в паре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Вперед. Восемь. Поворот. Шесть. Базовый. Раз. Два. Три. Четыре. Вперед. Раз. Два. Четыре. Поворот. Лево. Вперед. Сторону. Вперед. Сторону. Поворот. Друзья, это очень интересно, очень круто. И сейчас мы попробуем это сделать вместе. Здесь я не буду выглядеть как робот, но ладно. А, дальше. Ну, что-то. То есть вот так происходят все танцы? Да. Вот так они танцуют и повороты. И рамку держат, да? Ну, и рамку держат, да. И объем, особенно в правой руке, да? Да, да, да. Который я забываю. Анна, спасибо вам большое. Это было невероятно интересно. И в следующий раз я уже приду без камер точно попробовать потанцевать. Поэтому, друзья, если вы хотите научиться танцевать не только бачата, но и сальсу, и другие латиноамериканские танцы, то вы знаете, что нужно делать. С вами была программа «Где в Ростове». До новых встреч. А теперь, внимание! Первый правильно ответивший на вопрос получит возможность бесплатно посетить арт-вечеринку. Какой танец мы разучивали в выпуске? Ответы принимаются во вторник с 11 до 13.00. По номеру телефона 203-65-63. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова